В Екатеринбурге назревает грандиозный скандал. Родители школьников узнали о планах чиновников в добровольно-принудительном порядке вживлять в детей некие чипы, которые якобы должны превратить их чуть ли не в суперлюдей. В городе тут же заговорили о желании государства устроить тотальный контроль над населением, а многие уверены, что это попытка управления сознанием. Сложно поверить, но согласно дорожной карте, все это должно произойти через 4 года. Причем этим вопросом уже плотно занимается общественная палата. Дмитрий Штоколов провел собственное расследование, чтобы понять, что происходит и чем нам это все грозит. Этот офисный центр класса А находится в паре минут ходьбы от Красной площади, Госдумы и Московской мэрии. Местные жители даже не догадываются, ни в кабинетах высокопоставленных чиновников, а именно здесь готовится революция или даже, вернее сказать, скачок в эволюции будущего населения России. Увеличение способностей человеческого мозга посредством компьютерного чипа. К 2020 году компания Intel обещает, что чипы для вживления мозга будут доступны среднеэстетическому гражданину. Все эти рассуждения можно было бы отнести к научной фантастике, но на минувшей неделе общественный фонд Уральский родительский комитет выяснил, что чипизация российских детей – дело ближайшего будущего. Причем, как часто это бывает, проект реализуется на добровольно-принудительной основе. Необходимые документы уже готовятся. На сегодняшний день я знаю, что и в правительстве Российской Федерации этот проект обсуждался, так и в Государственной Думе какие-то элементы этого проекта уже затаскивают. Евгений Жабреев со своими коллегами внимательно изучил планы фонда «Детство 2030» и поначалу не поверил своим глазам. Уже через 4 года в России повсеместно должна быть внедрена технология занесения информации непосредственно на кору головного мозга. Для этого будут имплантироваться специальные чипы и делаться своего рода USB-выходы для подключения к сети. Роботизация, грубо говоря, из наших детей каким-то странным образом в 2030 году захотят и пытаются сделать роботов, то есть чипизация вот эта, да, так называемая. Управление сознанием живого существа посредством компьютерного чипа сегодня обычное дело. Вот уникальное видео. Так выглядит прочипованный таракан. По закону природы он сейчас должен бежать в укрытие, но насекомое по велению компьютера четко описывает синусоиду. А вот и доукомплектованная чипом крыса-спасатель. Она умеет находить людей под завалами и передавать их местоположение на компьютер. Для крысы был изобретен протез гиппокампа мозга. То есть есть у нас у любого животного гиппокампа, это часть мозга, он отвечает за долговременную память. Вот, и у крыс просто часть гиппокампа заменяется протезом. Работает. Крыса работает как раньше. Футуролог Валерия Прайд уверяет, эксперименты давно уже ведутся на шимпанзе. Управлять человеком ученые пока не научились. А вот следить за его перемещением без проблем. Создателя скандального проекта Викиликс Джулиана Асанджа в 2010 году до суда поместили под домашний арест. По старинке он, конечно, еще должен был каждое утро отмечаться в полиции. Но пикантность ситуации в том, что полиция и так знала, где он и что делает. В Гаймарову пазуху носа Асанджу был вшит чип, который информировал соответствующие службы даже о походе того в туалет. Они знали буквально о каждом его шаге. Как именно выглядит процедура чипирования, можно проследить на примере ветеринарной клиники. Здесь установка чипа ежедневная рутина. Более 10 лет этой услуги, но она не очень востребована была еще лет 5 назад. Анастасия показывает, как это делается. Вот специальный шприц, рядом сам чип. А вот и почти безболезненная процедура внедрения. Собаке присваивается индивидуальный номер. Собаке, кошке, крес, неважно. Путем инъекции вводится под кожу чип. И дальше, собственно, там находится в течение всей жизни животного. Его в любой момент можно считать специальным устройством. И в интернете найти информацию об этом животном. В это трудно поверить, но в России немало желающих добровольно имплантировать себе самые различные чипы. Ну, например, магниты в пальце. Довольно много людей уже внедрили. Мы в российском трансгуманистическом движении тоже в этом году. Несколько человек внедрят магниты. Магниты или магнитные ленты есть на любой банковской карте. Недавно на них еще появились чипы, которые позволяют моментально оплачивать покупку или, например, парковку. Проездной на метро, автомобильный брелок, позволяющий заводить машину без ключа. Все это работает по тому же принципу. Трансгуманисты для начала предлагают объединить все эти чипы в один и вшить под кожу, например, в ладонь. У такого микропульта есть огромное преимущество. Его невозможно потерять, забыть дома. И самое главное, он будет только ваш. Желающий установить в своего ребенка датчик слежения сегодня есть во многих городах России. В Липецке, например, даже появилось движение за добровольную чипизацию школьников. Конечно, это новое, но хотелось бы ребенка отслеживать и видеть, что где он, как он, что с ним все хорошо. Чипировать. Я думаю, можно. При том, что у нас новые технологии сейчас. Живем в 21 веке. Я думаю, что можно. А вот в родительском комитете Екатеринбурга уверяют, в ответ на попытку компьютерной революции разгневанные папы и мамы устроят свой переворот. И мало не покажется. Нам вообще просто без разницы, где он там рассматривается. В общественной палате, в государственном доме надо будет, мы выйдем на улицу. Но мы соберем несколько десятков тысяч человек, мы выйдем. Нас услышит государство. У нас что, проблем в стране больше нет? Лет 20 назад многие даже не знали такого слова «Чип», что нас ждет еще через два десятка лет, представить сложно, но можно. Достаточно заглянуть на сайт другой организации, планирующей наше будущее. Россия 2045. Если верить футурологам, совсем скоро чипизация покажется детской игрой. Ведь впереди нас ждет новая эра. Создается автономная система жизнеобеспечения мозга и его связи с внешней средой. Мозг трансплантируется в приспособленный для этого аватар. Наступает новая эра. Эра неочеловечества. Дмитрий Штоколов, Сергей Палько, Андрей Галкин, Андрей Кашаев. ТВ-3. ТВ-5. Субтитры создавал DimaTorzok